Мы сразу переходим к докладу Алексея Викторовича Новика с современной иммунотерапией лакачественных опухолей. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сразу начиная доклад, хотелось бы сказать, что иммунотерапия это один из самых старых методов лекарственного лечения из лакачественных опухолей. Если брать первые ссылки, то это аж 13 век. Но все мы знаем, что первые лекарственные средства были созданы в льем кули, токсин кули, которые до сих пор продаются в Германии. Но если говорить о современной иммунотерапии, то это 72-й год, начало изучения противополих вакцин. В принципе, здесь хронология перечисленная. Что хотелось бы отметить, что онкоурология – это то место, где все это, собственно говоря, начиналось, продолжалось и никуда из этих локализаций не уходило, потому что одни из первых вакцин были БЦЖ именно при раке мочевого пузыря, реальном раке. Что же такое опухоль с точки зрения иммуносистемы? С точки зрения иммуносистемы опухоль – это некоторое единство противоречий. С одной стороны, опухоль должна быть низкой иммуногенной, потому что она своя и своего организма. С другой стороны, в опухоли есть большое количество нейантигенов, есть высокая изменчивость, есть эволюция клонов, которая является постоянно поставщиком новых молекул. Казалось бы, иммунная система в некоторых случаях необходима для роста опухоли, и опухоль сама по себе может управлять иммунной системой. Но с другой стороны, иммунная система может уничтожить любую опухоль, по крайней мере, потенциально. Таким образом, на сегодняшний день мы можем сказать, что любой иммунотерапевтический подход обладает некоторым дуализмом направленного действия и множественными эффектами влияния на иммунную систему. Нам очень важны иммунологические маркеры, безусловно, для определения прогностических факторов и мишени для терапии. Ну и мы знаем, что разнообразие участников иммунной системы и ее динамичность может как раз преодолеть гетерогенность и эволюцию опухолевых клонов, что, безусловно, является позитивным фактором. И если мы говорим о иммунотерапии опухоли, у нас есть целая масса на сегодняшний день методов, которые являются провоспалительными. Есть масса факторов, с помощью которых опухоль пытается защититься. И в первую очередь, безусловно, то новое, благодаря чему мы очень часто и сегодня целый день говорим про иммуноонкологию, это изучение работы иммунологического синапса, ингибиторных и активирующих, постимулирующих сигналов и таких осей, как CTLA4, CD80, PD1, PDL1. В целом, что бы мы ни делали с иммунной системой, будем активировать весь процесс. И по точке вхождения мы можем выделить различные методы, воздействуя на иммунную систему. Это методы усиления презентации антигенов, противопухолевая вакцина, например, которая активно изучается, методы модуляции активности иммунологического синапса, ингибитора тормозных сигналов, например, такие как PD1-ингибитор или CTLA4-ингибитора, методы воздействия на кинетику полевых процессов, цитокины всем известны, адаптивная терапия, клеточная, гуморальная, которая еще не вполне используется, хотя гуморальная терапия, моноклональные антитела, все знают, что это неотъемлемая часть онкологии, методы устранения иммуносупрессирующих факторов, методы воздействия на опухоль, в том числе физические, с последующей активацией системного иммунного ответа. Каковы же основные универсальные свойства любой иммунотерапии? В первую очередь, это универсальность, длительное время необходимое для развития противоопухолевого эффекта, высокая длительность и устойчивость развившихся эффектов, фемиологическая память, аддитивный характер действия и иммунопосредственные нежелательные явления. Что касается универсальности, вот тут пример противоопухолевой эффективности одного из ингибиторов PD-1, пембролизумаба, для других препаратов мы можем увидеть то же самое. Мы видим массу различных опухолей, очень похожие водопады, высокую эффективность при различных заболеваниях. Если же аппарат цифровое выражение, я здесь специально уменьшил эту таблицу, потому что она просто не помещается на одном слайде, только онкорологическим элокализаемым. Мы видим, что масса методов иммунотерапии изучалась при различных онкорологических патологиях, в частности при уротериальном раке. На сегодняшний день зарегистрированы в России PD-1 ингибиторы только при раке почки. Ожидается регистрация при уротериальном раке, как PD-1, так и PD-1 ингибиторов. Последние были зарегистрированы в FDA только в мае, но там сразу 5 препаратов. Есть регистрация вакцин при раке предстательной железы, есть регистрация цистокинов при раке почки. Но, тем не менее, и в других областях, другие группы препаратов тоже исследовались. Как пример, светлоклеточный рак почки, прогрессирование на фоне терапии по запонебам, эффект на терапии неволюмаба в нашем институте. Другой пример уже не наш, коллега, уротериальный рак, пембролизумаб, выраженный клинический эффект, тут все, в принципе, очевидно. Длительное время необходимо для развития эффекта. У пациентов с меланомой впервые был поднят вопрос, что иммуно-онкологические препараты могут обладать отдельным паттерном ответа. Если мы при химиотерапии привыкли к быстрому регрессу или к небольшому увеличению размеров очагов и потом медленной положительной динамики, то при иммуно-онкологических препаратах оказалось, что у нас может быть феномен псевдопрогрессирования, появление нового очага, увеличение размеров старого очага, как здесь показано на картинке, но затем все равно развивается быстрый и выраженный ответ. Это, безусловно, надо учитывать, но что мы видим, если мы возьмем кривые выживаемости при ртуляльном раке? Мы видим отражение такого особого паттерна ответов даже на кривых выживаемости. Посмотрите, в начале, на первых трех месяцах есть некоторое ухудшение результатов лечения по сравнению с химиотерапией, если мы сравниваем, например, пембролизумаб с химиотерапией, но потом группа пациентов, получавших пембролизумаб, показывает гораздо лучшие результаты, как в отношении времени до прогрессирования, так и, самое главное, в отношении общего выживаемости при времени до прогрессирования. Вот этот феномен еще лучше виден. Но, тем не менее, здесь в дальнейшем кривые выходят на некоторое родное плато. Что из этого следует? До развития эффектов может быть некоторый период ухудшения симптомов. Нам требуется обязательно убедиться в неэффективности лечения, объяснить это пациентам. И больные с агрессивно текущими заболеваниями могут не успеть получить пользу от иммунотерапии, они могут потребовать дальнейшего достаточно агрессивного лечения, и, наверное, они не лучшие кандидаты для лечения. Высокая длительность и устойчивость развившихся эффектов. Это как раз то, благодаря чему мы и хотим активную генетерактивную терапию, потому что считается на сегодняшний день, что неважно, чем вы достигли эффекта из иммунотерапевтических средств, важно, что если вы его достигли, скорее всего, он будет длительным. Впервые мы это увидели при лечении высокими дозами интерлекина-2, когда всего лишь у 5% пациентов развивался полный регресс, но он при раке почки держался десятилетиями. И похожие данные мы получаем из исследований с PD-L1 ингибитором, с друвлюмабом. Вы видите, у пациентов, у которых достигнут полный регресс, мы видим длительные эффекты, которые продолжаются, практически без прогрессирования. Что же касается длительных эффектов, то все мы знаем, что если эффект достиг, даже после окончания лечения, здесь бледные столбики, это как раз окончание лечения, мы видим, эффекты продолжаются. Это мы видим как при меланоме, так и при ортолиальном раке с различными препаратами, что пембролизумаб, что отезолизумаб, PD-L1 ингибитор, друвлюмаб, PD-L1 ингибитор, PD-1 ингибиторы. Мы видим очень похожую картинку. И это все трансформируется, к счастью, в увеличение продолжительности жизни наших пациентов. Если взять рак почки, то мы видим достаточно высокие результаты лечения во второй линии терапии, у ротолиальный рак тоже, значительные результаты общей выживаемости по цифрам, что на PD-1, что на PD-L1 ингибиторах. При раке предстательной железы значительное увеличение общей выживаемости при отсутствии влияния, в общем, на непосредственную эффективность вакцинотерапии. Это тоже надо отметить. Если привести это все в контекст существующих методов лечения, для раки почки, например, таргетной терапии существует много, то мы видим, что неолюмаб показывает наилучшие результаты на второй линии лечения по сравнению со всеми существующими на сегодняшний день схемами таргетной терапии, что, собственно говоря, подтвердилось и в фронтомизированном исследовании. Тут выигрыш не такой большой, как мы видим на меланоме, тем не менее он постоянный, и он не теряется с течением времени. Особенно хотелось бы отметить, что иммунотерапия может помочь у пациентов, и наибольший эффект достигается у пациентов именно с плохим прогнозом при раке почки, что очень важно, как мне кажется. Иммунологическая память. Что хочется отметить? Здесь, к сожалению, мне не показать примеры из онкоурологии, но тем не менее. Здесь результаты лечения пациентов после прогрессирования при меланоме кожи, неволюмабом. Мы видим, что при лечении после прогрессирования, несмотря на кажущуюся неэффективность терапии, тем не менее пациенты живут дольше, если они продолжают лечение. То есть, возможно, позднее начало эффекта и дополнительное получение эффекта. Если же мы говорим о предшествующей иммунотерапии, то мы видим, что в результате нашего исследования количество линий предшествующей иммунотерапии влияло на эффективность применения и пельмумаба у больных меланомой. То же самое в исследовании Чикмей-64, где последовательное применение сначала неволюмаба, потом и пельмумаба резко улучшало общепродолжительность лечения, хотя, казалось бы, происходит смена местослагаемых. Тоже важное исследование. Исследование НЭМА, меланома с мутацией НРАС получали таргетную терапию, микингибитор, но тем не менее наибольшие результаты были достигнуты тех пациентов, которые получили адювантную терапию. При меланоме адювантной терапии – это иммунотерапия. Адитивный характер действия. Ну, все мы знаем, что часто показываем эти исследования, сочетание иплиумаба, иниволюмаба, ПД1 и ЦТЛИ-4 ингибитора, которые существенно улучшают результаты лечения по сравнению с монотерапией. Но, похоже, исследования идут сейчас и при ортолиальном раке. Я думаю, что Александр Константинович потом осветит их, я не буду на этом останавливаться. Но что хотелось бы сказать, что иммунологический синапс – это сложная структура, где очень много маркеров, очень много возможных мишеней для лечения. И кружками здесь обведены те препараты, которые уже вошли на ранних фазах, в клиническую практику, и в дальнейшем мы можем ожидать двойные, тройные, даже квадрокомбинации. Ну и хотелось бы немножко остановиться тоже на таргетной терапии, которая, с одной стороны, конечно, блокирует какой-то сигнальный путь внутри клетки, но, с другой стороны, все таргетные препараты обладают каким-то влиянием и на иммунную систему. Вот здесь, для примера, взяты рак почки и причины его резистентности, влияние на клетки иммунной системы, мелодины, супрессивные клетки, которые вызывают иммуносупрессию, влияние на продукцию энтралекина-6 и энтралекина-8. И, что интересно, что резистентность на данный путь наступает тогда, когда он перестает контролировать мелодины и супрессивные клетки. Иммуноопосредственные нежелательные явления – это обратная сторона медали, к сожалению. И хоть и здесь предыдущий докладчик говорил, что иммуноопосредственные нежелательные явления – это серьезная проблема. Да, действительно, они могут поразить практически любую органную систему. К ним просто надо быть готовым. Если брать сравнительную частоту нежелательных явлений, то такое исследование сделали по сравнению с дотсотоксилом при раке легкой. Оказалось, что PD-1 ингибиторы примерно в три раза реже вызывают тяжелые нежелательные явления, чем дотсотоксил. Соответственно, эти данные можно до какой-то степени транспорировать и на онкурологию. Просто этот тип нежелательных явлений требует внимания и требует все время анализа и оценки, потому что они могут маскироваться по другим нежелательными явлениями. Но вот если мы посмотрим на токсичность различных иммуноонкологических препаратов и процент нежелательных явлений третьей и пятой степени, это не такие высокие проценты. Да, при комбинированной терапии они выше, но в целом это 18%, от 2 до 18%. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Надо, необходимо знать, как мониторировать эти нежелательные явления, как лечить их, исследовать алгоритмом лечения. Тогда нам удастся их намного лучше контролировать. Какова они? Ну, из того, что наглядно видно, это, безусловно, кожная токсичность. Сыпь здесь приведена примерами терапии и пилимумабом при меланоме кожи. Но то же самое мы видим и на других иммуноонкологических препаратах, только с другой частотой. Это длительное лечение энтрофероном, похожего типа сыпьемым, встречаемый на других препаратах. ПДЛ-1-гибитрокомбинированная терапия. Синдром Стивена Джонса, вот два варианта, здесь на комбинации, здесь на монотерапии. Да, безусловно, своевременное начало лечения помогло здесь в течение недели, здесь в течение месяца решить вопросы, пациенты продолжали лечение. Разные монотерапевтические средства обладают разным профилем нежелательных явлений, но перечень нежелательных явлений примерно одинаков. Мы видим гипотоксичность, гриппоподобные синдромы, нейропатия, анемия, гематологическую токсичность, депрессию. При лечении интерфероном с одним профилем безопасности. Практически те же самые нежелательные явления, но с другой вероятностью возникновения в зависимости от времени начала лечения при терапии с ТЛА-4 ингибиторами. ПДЛ-1-гибиторы, опять-таки, тот же самый перечень органов, подверженных иммунопосредственным нежелательным явлением, но другой профиль токсичности, но, опять-таки, возможность позднего развития нежелательных явлений, о чем надо помнить. Таким образом, иммунотерапия в онкологии на сегодняшний день – это метод воздействия на опухоль через использование иммунологических механизмов, метод обеспечения длительного контроля заболеваний. И это тот метод, который позволяет поставить вопрос об излечении больных даже на диссеминированной стадии процесса. Но он требует от врача учета особенностей работы иммунной системы для обеспечения максимальной эффективности и безопасности лечения. И в заключение хотелось бы сказать, что, конечно, у нас есть очень много опций лечения наших пациентов, в том числе пациентов с уротериальным раком, и большинство из них, о большинстве сочетаний мы сегодня не имеем достаточной информации, доказательная база. То, что указано зеленым, мы знаем, что эти комбинации или эти последовательности методов работают вместе. Безусловно, многое еще надо сделать, чтобы наилучшим образом применять эти методы в контексте общего комплексного лечения больного с злокачественной опухолью. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Викторович. Чрезвычайно информативный и очень интересный и познавательный доклад. К величайшему сожалению, мы фантастически выбились из графика. Большое спасибо.